Сейчас я хочу представить гостей наших Александр Погребняк, Александр Скидан, Артемий Магун. Собственно, пару лет назад мы тем же составом обсуждали фильм «Гадара. Социализм». Обсуждения и видео и стенограммы были опубликованы на сайте журнала «Сеанс». С обсуждением этой картины произойдет то же самое. Я надеюсь, что в пятницу мы успеем уже это все смонтировать, расшифровать, обработать и выложить. Я передаю слово и исчезаю. Спасибо большое. Ну, у меня самые счастливые впечатления. Фильм построен почти по какому-то такому классическому сценарию. Даже есть, мне кажется, катарсис в сцене из фильма «Прощание Христа», «Прощание», да? То есть «Последнее исключение Христа», да, но это прощание с большим другим. И в этом какой-то очень сильный для меня освободительный был момент. Я этот фильм смотрел, но очень давно и забыл. Вот. Сейчас как-то это довольно свежо в этом контексте прозвучало. Может быть, в этом есть какая-то тоже идеологическая подкладка, но она мне симпатична. Конечно же, освобождение – это очень длинная история, идеологическая, сложенная история. И тем не менее, хорошо, что в этом фильме не просто отметается всякая идеология, просто потому что это идеология, и якобы уже поэтому она отвратительно, тоталитарно и ведет нас в ужасы гулага китайского или нашего собственного. Тонкость, мне кажется, в том, что эти мечты, о которых, собственно, фильмы снят, они разнятся, в них есть тонкие, действительно, различия. Мне представляется, что было бы интересно, может быть, с этого и начать, как вот эти градации, тонкие различия между плохими мечтами и хорошими артикулированы в этом фильме. Потому что для меня это показалось, одной стороны, как бы банально, а с другой стороны, в этой банальности открывается какая-то свобода. Вот это мое первое такое впечатление зрителя. Я не смотрел этот фильм заранее, я вот сейчас с вами его смотрел и переполнен какими-то еще ощущениями. Они не отцежены еще, я как-то вот предлагаю нам вместе об этом как-то начать говорить. Александр? Ну, я тоже, как и вот ты, первый раз этот фильм смотрел, да, ну и мы все помним, что это второй фильм Джижика, да, и за несколько дней или недель до этого я посмотрел первый фильм, который в свое время пропустил. И про второй я тогда не знал. И думал, что мы будем обсуждать первый фильм. Спустя такое долгое время, ну мало ли, может быть, его только сейчас купили. А первый фильм на меня произвел впечатление очень странное, пока я не узнал о втором. Почему? Потому что первый фильм начинается с киноцитаты из старого американского фильма «Одержимое», где показано, как девушка прощается со своим парнем, Джижа комментирует, что это типичные такие вот представители трудящегося класса, живущие в буржуазном обществе, а потом эта девушка видит проходящий перед ней поезд, в котором богатые люди развлекаются, танцуют, пьют. Джижа комментирует, что вот в этом суть кино есть, что наши мечты, они визуализируются на некотором экране, что это кино про кино. И я уже начинаю ждать критики идеологии, потому что фильмы начинаются как критика идеологии. Но если вы помните первый фильм, практически во всем фильме никакой идеологии там нет. Это фундаментальное введение, психоанализ фрейдовский-вакановский, но вся критика капитализма оттуда эвакуирована. То есть там речь идет о частичных объектах, там и так далее, и так далее, и так далее. И вообще зародилось даже страшное, очень комичное подозрение о том, что вот действительно Жижик сам настолько цензурировал свой дискурс, чтобы вот как бы рассказать о психоанализе, но вынести за скобки всеу революционную составляющую. Оказывается, это вот такое вот интересное преувасхищение второй серии, в которой мы наоборот видим вот такую критику идеологии. В этом смысле фильм очень интересно связан. Но вот что касается тонких различий, о которых Саша спрашивает, мне бы хотелось для начала вспомнить об одном различии, которое из текстов Жижиков. Ну а все, кто тексты читал, заметили, что практически большая часть его ключевых идей перенесена в этот фильм. Но вот некоторые тонкие различия, к сожалению, исчезли. Для меня, например, очень важным является различие между тоталитаризмом сталинского типа и тоталитаризмом гитлеровского типа. В одном месте Жижик пишет о том, что при всем эмоциональном сходстве наших оценок сталинизма и гитлеризма, и там и там кромешный ужас, все-таки нельзя игнорировать одно важное различие. А именно, в том, что даже в сталинистских процессах, профессионных в таком театральном цинизме, тем не менее, требуется некоторое признание Бухарина или еще кого-то, троцкиста какого-нибудь, своей исторической вины. И тем самым сталинский тоталитаризм, это все-таки еще парадигма просвещения и отсылка к человеческому субъекту. Именно как к субъекту политическому, но еще и к истине, потому что все-таки когда ты признаешься, то подразумеваешь, что истина какая-то существует. Ну, конечно, да, но в дисковсе лакан или в водюши субъекты истины неосторжимая вещь. В то время как и гитлеровский тоталитаризм, вот с этой фигуры антисемитизма, с фигуры еврея, предполагает, что евреи, его антисемитский обрак, он виновен по определению без всякой истины. Вот это различие, мне кажется, очень важным и существенным, особенно при любви вот такого либерального дискурса к стиранию этого различия. То, что оно из этого фильма исчезло, мне кажется, вот некоторым недочетом. Фильм был бы... Я помню эту статью, и там очень любопытная, кстати, полемика с Ханной Аренд, которая, собственно, во многом ответственна за тиражирование этого слепающего, соединяющего два полюса тоталитаризма, за популярность этого термина, который действительно как бы покрывает... Все, на самом деле, ничего не покрывает, очень многое вводит, привносит путаница, конечно. Там еще в этой статье было любопытно, что Жижик, на самом деле, видит в этом институте признания не просто такое извращенное воспроизведение вот этой католической, футианской, может быть, даже, как бы модели, организующие действительно очень многое в западноевропейском дискурсе, сколько... сколько... попытку стереть след революционного события. То есть, сталинский террор был нужен. Вот опять-таки, если мы какую-то вынесенную фигуру наблюдателя можем внести в эту ситуацию, да, ну, как бы мы, как некие наследники или как свидетели этого постсобытия, здесь можем занять, попытаться занять эту позицию. И в отличие от нацизма, все-таки ставки в сталинском терроре, они были совершенно другие. И вот это, мне кажется, очень важная, существенная вещь, которая в фильм не вошла, но, может быть, Жижик и не ставил такой цели. Все-таки мне показалось, что в фильме больше фокус на том, как оперируют эти идеологии в современном, уже как бы постидеологическом, да, мировом обществе. И поэтому он не вдаётся в подробности ни маоистского Китая, с его культурной революцией, ни в тонкости сталинского ГУЛАГа. Хотя, повторяю, вот эта статья, она была в отрывках, по-моему, опубликована в журнале «Кабинет». Я не помню, воспроизводилась ли она потом, ещё где-то, может быть, в книжках. Но это довольно любопытная, нетривиальная идея, связанная с тем, что, действительно, для меня это такой, как бы, ещё и образ, с аукающейся, вот, с известной историей Честертона, да, когда, где мы должны похоронить труп, чтобы он был наименее, как бы, заметен или очевиден. Конечно же, мы хороним среди других трупов. То есть там, где горы трупов, там труп не виден, да, он это сравнивает, Паттер Браун, да, это сравнивает с листьями в лесу. Вот. То есть, как бы, по-настоящему труп, конечно, сталинского террора, это и есть революция. Её нужно зачеркнуть. Вот. Это сильная вещь, здесь она вообще, как бы, не прозвучала. Артём, может быть, какие-то мысли у тебя созрели, чтобы включиться, как бы, подхватить как-то темы? Мы немножко сумбурны, я повторяю, что только что с вами посмотрели этот фильм, и ещё вот не прошло время, чтобы как-то какие-то мысли осели. Поэтому мы так импровизируем. Там, я вот тут текст про террор, я понял иначе, хотя это совершенно не про фильм, в фильме этого нет, но там, всё-таки, мне кажется, уже гораздо более простая идея, что это возвращение травм, то есть, что Сталин настолько нормализовал ситуацию, да, там, как бы, что его преступление не в том, что он продолжал революционный террор, а в том, что он полностью, значит, провёл термедрианский переворот и создал такую консервативную националистическую страну, но как симптом травматический остался террор, потому что террор, не стали же организовывать террор, это был, как бы, очень сложный процесс социальный. мне кажется, это более правильное объяснение. У него такая болезненная, это текст, который мы все вычитали разные вещи. Что, тихо, этот ленинский призыв, это, как бы, но новое поколение, которое не воевало в гражданской войне, которое не делало революцию, оно приходит, и в основном, это люди из деревень, и по Жижику, да, я не знаю, здесь можно, конечно, подумать, насколько это релевантно, но, как бы, по Жижику получается так, что развязанный именно этим поколением террор, он, как раз-таки, целит в ту революцию, как бы, которая этих людей некоторым образом выбила из их ситуации. Они мстят, хотя, как бы, это не классовая логика, но что-то в этом есть, о чём стоит подумать. Вообще, в фильме этого как-то нет ни разу. В конце, там же революционных, в волне революционных событий присутствует. Но это другой поворот. Другой поворот сюжета. Да, Артём, я тебя перегляю, извини. Я вот, я не очень понял вообще, зачем этот фильм снимался, и тем более, что мы тут делаем, потому что Жижик, в общем-то, тоже вот теоретик. Надо было про нас тоже снять фильм, вместо того, чтобы Жижику показывать. С самого начала нас позвали, мы бы тоже выступали, даже показали бы картинки для своей любимой. Мне кажется, это было бы лучше, предложить. Но, если мы Жижик обсуждаем, то, я не понял, как всё это у него сочетается. Ну, вот вы правильно говорите, у него как бы много разных идей, и они здесь все были перечислены. Мне кажется, как вот с его анализом челюстей, да, убедительный анализ челюстей, что, в принципе, акул там вообще ни при чём. Просто нужно было как-то объединить сюжет и, как бы, страхи, которые испытывают люди. Вот. То есть, это могла быть не акула, а крокодил, или Титаник, или Сталин, или Гитлер, какая разница. Вот. И так же, мне кажется, в этом фильме присутствует Жижик в каждом кадре, как раз, лентальный субъект, который связывает, между собой, совершенно не связанные идеи и фрагменты, которые пришли ему в голову. В результате, он предлагает от этого освободиться, от этого не тайного субъекта. И, да, намекает на то, что, собственно, кроме вот его самого собственного двора, там ничего нет. Нет, я шучу, конечно, но вот Жижик, его собственная роль, он же, как бы, переодевается во всякие костюмы, как в фильме Гайдая про Дерибасовскую, помните, там был тоже такой тиран, который переодевался. Вот. И ясно, что он играет роль авторитета, вот автора такого, и дает нам авторитетные истолкования, потом говорит, что большого другого нет. Контр-гадаровский ход абсолютно. Да, и что его хотят потопить, но он выживет и так далее. То есть, но это вообще во всем его творчестве, он все время, как бы, ну, соответственно, играет полного такого, ну, как сказать, хулигана, что ли, и клоуны, да, клоуны, правильно. А с другой стороны, шутит все время, когда он у нас выступал, меня предлагают, несколько раз, по-моему, во время доклада, предложил в концлагерь отправить. Ну, это как шутки такие. Вот. То есть, нет, ну, шутка смешная, я же не говорю, просто это явно, как бы, он не случайно так шутит. Вот. То есть, не является ли вся эта критика диалоги попыткой, собственно, ну, как сказать, иронически говорить это ее имя? Потому что, ему же очень нравится, он разглачает во всем вот эту фигуру приказа, тем самым ее опрепливаешь. Ну, у него же есть, тоже через ряд текстов, проходит мысль, да, тоже уже ставшая, может, очень такой попсовой, что один из возможных способов бороться за идеологию, да, это ее, как бы, воспринимать буквально и в каком-то смысле пародировать. Ну, в собрании фармейш, в лайбах, да, если бы не жеком. Да, в каком-то смысле, можно сказать, все он это и делает. Да, так не, то, что он это и делает, это действительно, ты прав, это очевидно, но, а зачем, в чем теоретический смысл? Мне кажется, не нужно пытаться привнести или приписать фильму научно-теоретический статус нового высказывания, если вы читали книжки Жижик и Туссера и Лакана, конечно, вряд ли из этого фильма можно что-то новое подчеркнуть и фильм не ставит себе этой задачи, что прекрасно, мне кажется, в этом фильме, что он абсолютно обезоруживает именно своей какой-то тривиальностью. Вот, но это работает. Оказывается, что можно сделать вот такой путеводитель, да, по мировому кинематографу, а ведь так фильм и называется, да, гайди, и в этой какой-то сервмяжной правде есть своя сервмяжная правда, то есть как бы изначально Жижик все карты показывает, он не претендует на то, что он сейчас что-то очень сверхсложное продемонстрирует и откроет какие-то новые континенты, нет, он берет этот труп Титаника, использует вот эти потрясающие документальные кадры, когда этот батискав с камеры снимает заросшее водорослями и наслоениями тело корабля, и в этом действительно что-то, какой-то контрапункт к мысли, какая-то, это даже археология не назвать, да, вот он там Жижик цитирует несколько раз Мениамина, еще кого-то он цитирует, но его путь не путь археологии, он не понимает историю, как Бениамин понимал, да, этот тигринный прыжок в прошлое, на самом деле, как цитата, как тигринный прыжок, революция, как тигринный прыжок в прошлое, на самом деле, да, он эту мысль удерживает, как некий горизонт, но он совершенно не воспроизводит эту археологическую раскопочную работу, он сводит некие фрагменты современного опыта, чувственного каким-то архивом кинематографа, вот здесь, мне кажется, что-то новое возникает, потому что, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что Жижик здесь, во второй части фильма, в отличие от первого, я согласен с Сашей, на счет очень демократичную популярную форму, очень доступную реактуализации кинематографического архива через политическую оптику. Почему он такие дурацкие фильмы выбирает? Нет, ну, кроме, может, Бразилии, или там, и что еще. Он любит голливудское кино и войно. В одном месте же это и есть. Я сказал так, что только отщепенцы интеллектуала любят итальянский неореализм, а любой мыслящий человек понимает, что если Италия что-то кино и дала, то это песлом и фильмы ужасов и эротическое кино. Итаразон. Можно вопрос задать, чтобы вернуться к фильму? Да. Там утверждается, что большого другого нет, как твитируется Джак Ларкан, а потом говорится идеологии. Причем идеологии определения там дефиниции нет, но она дается таким не очень симпатичным образом. Вопрос такой, а вообще можно ли без идеологии? даже в левом движении? Почему даже? Ну, вы же левые когда? Поэтому наверное воспринимаете это как некий критический дискурс. И стоит вопрос вообще может ли быть любой дискурс вне идеологии? Нет, это вопрос такой любопытствующий просто. но он почти риторический. Риторический? Риторический, потому что у Жижика не кажется идеология это такое ругательное слово, значит можно мыслить мир без идеологии. Не в человеке. В этом фильме это опять-таки сильный ход, который на первый взгляд кажется провальным, но он не останавливается перед и перед левой идеологией. Он показывает некоторые механизмы устройства, в том числе левой идеологии, которая в определенных исторических ситуациях смыкается с ультра совершенно консервативной правой идеологии на самом деле, выдавая себя за левую. И Жижик достаточно откровенен в том смысле, что он не стесняется этого показать. Более того, когда он цитирует Лёня Рифенштайля, показывает восхождение Гитлера к власти, и когда он касается антисемитистского мифа и идеологии национального единства и так далее, он показывает насколько это близко очень многим вещам в коммунистической идеологии. То есть Жижик не строит из себя какую-то такую паранжу, не надевает. Ах, есть какая-то левая идеология, которая как бы вне этой логики. Я вот добавлю, что это трудный очень вопрос. В принципе, Жижик бы, наверное, сказал, что, конечно, невозможно идеологии, то есть, как только ты в ней объявляешь, тут идеология. Но тот фильм, есть интересный момент этим фильмом, который, естественно, не смотрел про какого-то мужика, которого, значит, убивают, потом что он не смог соответствовать его желаниям. Причем, не очень понятно, чем интерпретация. Но это как бы иллюстрация молчаливая к лакановскому известному принципу, что нельзя сдаваться своим желаниям. Мне кажется, что если есть интернет, не посидеть, а в сон дезием. Нет, если есть какой-то путь из идеологии, то он в этом. Потому что идеология, она, как вы поняли, она как бы на двойственности всегда основывается. Что мы вроде как хотим этого, а вроде как и не хотим. собственно, идеологизм заключается в том, что у тебя есть желание, много желаний, но желательно, чтобы они не реализовывают. То есть либеральная идеология много желаний, как выдают, о свободе, о прогрессе научном и так далее. Но ты уже пока что вот слишком много свободы, это тоталии дают. Слишком много счастья, это уже ты идиотом станешь. Нужно законно, нужно зарабатывать. ограничение, закон, царство закона, который создает вот эту двойственность. Держит твои желания, но под присмотром. и поэтому идея в том, чтобы в конце фильма выясняется, что правильный ход это маршировать под левую действительно музыку. Почему это не идеология? Точно такая же идеология. То есть это становится не идеологией, когда ты реализуешь этот фантазик. Но и пасе здесь собственно дизи. Я так понял. Я не знаю, что он действительно с этим будущим восстанием тоже имеет в виду. Что за восстание, какое? Он только что объяснил, что накупит тоталитаризм, советский тоталитаризм, что там собираются строить в будущем. Непонятно. Но вот если ты что-то всерьез строишь, то хорошо. Вот хотелось. Он говорил про желания и говорил про мечты. Я хотел понять, различает ли он эти вещи. И потом там был такой странный вывод, что революция, например, Российская революция в 17-е годы погибла из-за того, что изменились условия, но не изменились желания. Вот у меня вопрос. Если он, как я понимаю, он скажет марсистские вещи, берет это слово марксизм, то тут выходит, что у него желания, они независимы от окружения человека, от социального и полиэкспресса, и в конечном итоге физиологического техники. Хороший вопрос. Не зашли, что-то сказать. Я попробую. Мне тоже просто зацепило вот эту мысль, сказанную в конце фильма о том, что мало поменять общественную структуру, общественную структуру может поменяться, но есть еще вот этот субъективный остаток, который не вписывается в структуру и который обязательно надо сохранять. И здесь любопытный вход, в общем-то напрашивающийся, но хорошо, что Жижек приговорил, что он четко указывает на позицию субъекта революционного, что это субъект истерический. Это очень интересно, потому что сам Жижек называет свою на данный момент диалогию «какиногид извращенца», значит, себя он позиционирует как извращенца и в этом смысле действительно он занимает такую двусмысленную, но, видимо, намеренно двусмысленную позицию, потому что извращенец в данном случае определяется как, в общем-то, существо консервативное. И можно сказать, что, да, а как мы знаем, что одна из главных идеологен опять-таки с точки зрения марксизма капиталистического общества это фетишизм. И фетиш это не только бутылка Кока-Кола, но это и сама структура. Когда Жижа говорит, что нам легче представить себе метеорит, который разгромит, уничтожит все на земле, чем хотя бы малейшие изменения в экономических структурах или в правах собственности, становится очень непонятным, что определенные вещи в нашем сознании именно потому, что петишизированы, то есть мы на них держимся, они позволяют нам к совершенно катастрофическим событиям относиться как к чему-то, что в общем-то не столь уж и страшно. Ну, короче говоря, пускай земля лучше погибнет, но право частной собственности останется нерушимым. То есть получается, что главная идея Жижака состоит, как мне кажется, в чем? что история 20 века показала, что нельзя марксизм и вообще левая идеология редуцировать исключительно к вот такому тезису об изменении структуры или объективных обстоятельств. революционность капитализма, про которую Жижак пишет, она как раз в этом поле и работает. Вот все внутренние революционные изменения в капитализме приводят постоянному к обновлению структуры, но общее идеологическое содержание всех этих революционных изменений это то, что они приводят лишь к дифференциации модификации фетишей. Фетиши становятся все более персональными, все более тонкими и вместо одной акулы на всех, которой мы все боимся, мы получаем множество персональных страхов и противоядие от них, фетиши и так далее и так далее и тем самым идеология как бы сохраняется а единственное, что можно этому противопоставить вот этому фетишистскому извращенному субъекту, которого Жижек пародирует это вот исторический извините истерический субъект, которого Жижек вот он разыгрывает видимо последний такой исторический ресурс это определенным образом понятое христианство с точки зрения кинозиса когда Бог самоотрицает себя и в этом смысле упраздняет себя как некоторую фетишистскую структуру вот мне кажется то есть если вот закончить ответ на наш вопрос то идея состоит не в том что все разговоры о структуре объективных обстоятельствах вынесены должны быть до скобки а в том что их просто недостаточно все это есть но это именно и есть то с чем работает капитал единственное что этому можно противопоставить как я понял Жижека это истерическая позиция которая является контр 5 и 6 и она подразумевает сомнения ну да подчеркивает этот момент что я сомневаюсь в том что мой отец это бог что мой бог это отец и я остаюсь один и вот в этой свободе возможно все любой уклон любой уклон сомневаюсь и с одной стороны парадокс мне кажется любопытно и для меня это были сильные моменты когда он цитирует последние искушения потому что с одной стороны мы все знаем эту историю с другой стороны он действительно вкладывает туда историко-материалистический посыл очень сильный который с точки зрения автодоксального марксизма тоже в общем-то не очень камильфо вот это абсолютное недоверие к любым авторитетам должно распространяться и конечно же на самый авторитарный или авторитетный текст самого маркса вот так по идее вот мне кажется что жижик здесь его амбивалентность она как бы распространяется а жижик тогда как дьявол выступает он адвокат дьявола очень интересно опять же у абуладзе этот самый фигура орла моровидзе уже же фильм начинается заканчивается двумя контейнерами мусорными да то есть понятно что это такая отсылка к этому доминирующему сегодня историцитскому такому архивному дискурсу когда все в принципе не только истории двадцатого века тоталитаризма кинематографа мы рассматриваем как нечто уже архивированное некоторым образом сданное в архив и обеззаражено вот он как бы эту крышку приоткрывает показывает что на самом деле вирус он жив вот но вопрос в том как как в этой свободе когда мы готовы поставить под сомнение свою родственную связь родственную связь когда мы говорим что радикализирует да этот христианское послание здесь конечно возможно все в том числе ирония мне кажется что как ницше ницше говорит вы считаете что бога пролезан это дьявол нет поскольку все эти объекты маленькая айти мимы мимы перверк это такие демоны бога иначе получается нет бог уничтожился кто это говорит